Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Разворот». В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссёр Евгений Копеин. И сегодня у меня в гостях основатель музея «Мир шляпы» в Риге, предприниматель, востоковед, учёный Кирилл Бабаев. Здравствуйте, Кирилл! Добрый день! Ну вот, вы написали книгу о великих документах, которые вошли в историю. Я эту книгу, кстати, прочитал. И вот интересно, что вы как раз пришли на эфир. Мы давно с вами договаривались, в тот день, когда Юрий Спутсо, министр регионального развития, принял историческое для Латвии решение отстранить мэра Риге от должности. Такой создан прецедент. Как вы считаете, есть потенциал у этого документа войти, ну, если не в сотню, то, по крайней мере, в какой-то список великих документов? Ну, я не изучал ретроспективу. Бывали ли случаи такого рода, когда глава города отстранялся решением министра. Скорее всего, в истории новой Латвии такого еще не бывало. Поэтому, естественно, это достаточно прецедентный документ. И если бы мы писали книгу «История Риги» в великих документах, возможно, этот документ тоже вошел в их состав. Но тут же, понимаете, еще важно, что повлияет он на жизнь или нет. Насколько серьезное влияние окажет на то, что будет происходить в последствии. Пока мы об этом ничего не знаем. Пока мы только можем обсуждать, какие могут быть вероятные последствия. То есть, чтобы оценить, насколько велик документ, нужно, чтобы прошло время. То есть, сразу нельзя. Я думаю, что пару столетий должно пройти, а потом мы с вами сядем здесь и еще раз это обсудим. Потому что, конечно, это большое видится на расстоянии. И эффект от того документа на общество, на культуру, на состояние города. Это будет понятно не сразу совсем. Вот еще один документ, который есть в истории Латвии. Это указ номер 2, Валдиса Затлерса, распуск парламента. Опять же, беспрецедентная для Латвии история. Хотя, конечно, был Карли Сульманис, был распуск Сейма. Но там немножко по-другому все происходило. То есть, прошло не так много лет, не столетия, конечно. Но, тем не менее, как считаете, можно оценить роль и влияние того или иного решения спустя, скажем, 5-6-7 лет? Или все-таки столетия? Ну, надо сказать, в данном конкретном случае, ну, что по-крупному изменилось в жизни, скажем, граждан Латвии, в жизни страны? Были новые выборы. Ну, новые выборы, да. Но, в принципе, система осталась та же. Революционных изменений никаких не произошло. С точки зрения развития дальнейшего страны тоже никаких особенных сильных колебаний не происходило. Если бы это привело к гражданской войне, тогда бы это, так сказать, можно было сказать, что да, это эпохальное решение, которое, или, наоборот, привело бы к какому-то невиданному процветанию страны, которого не было никогда на протяжении последних двенадцати столетий. Вот тогда да. Ну, а так, в принципе, с моей точки зрения, сам по себе документ вызвал много шума, но никак кардинально не повлиял на последующую жизнь. Ну, как Вы отбирали документы для своей книги, 100 великих документов? А вот именно так. То есть, это... По принципу, как они повлияли на... Конечно, тут же речь идёт не о том, известен документ или неизвестен. Понятно, что там эпохальные документы, они, как правило, известны. Но существует довольно много документов, о которых мало кто что знает, но на самом деле именно они сформировали нас такими, какие мы есть сейчас, и мир вокруг нас такой, какой он есть, благодаря в том числе и этим документам. То есть, получается, что в медийном смысле они недооценены? Конечно, безусловно. Очень много таких документов. И как раз мы говорим о том, что документ сформировал ту или иную сферу нашей жизнедеятельности, сферу нашей жизни, в какой-то степени и нас самих, но остался, как часто бывает, неизвестно практически. Вот таких документов довольно много в моей сотне. Я собрал сотню документов, они опубликованы. Но в этом есть такой элемент несправедливости, как Вы считаете, по отношению к этим документам, что, ну, о них многие люди просто не знают, хотя это повлияло на... Ну, конечно, безусловно. От чего, кстати, зависит эта известность? То есть, это как с картинами, мы все знаем Монолизу, но далеко не все картины Леонарда Давидов. Конечно, безусловно. Это вопрос пиара. Как это выстреливает, никто сейчас Вам не скажет. То есть, это, ну, знаете, один художник стал популярным, другой не стал популярным. Рисовали более-менее одно и то же. Это зависит от массы факторов. Вот попал человек там, или попало событие в правильное место, в правильное время. И вот это случилось. То есть, это как рецепт хита, да, получается, в песне? Ну, да, совершенно верно. Который нельзя предсказать, но можно сделать что-то для того, чтобы, скажем, вероятность того, что эта песня станет популярной, была выше. Конечно. Документ может стать хитом, а может еще и искусственно раскручиваться. Например, такой документ, как Декларация независимости в США, он, естественно, в мировом масштабе раскручивается довольно серьезно, потому что в Соединенных Штатах считают, что это основополагающий документ вообще всей современной демократии. Ну, вот, с моей точки зрения, это неверно. Я этот документ даже не включил, честно говоря, в 100 великих документов, потому что, с моей точки зрения, это такой очень промежуточный документ, который не положил начало, а скорее продолжил уже более ранние начатые тенденции. Но это индустрия, когда работает, получается, на документ Голливуд, в общем-то, влияние США в медийном пространстве? Очень часто. Ну, знаете, даже если имиджем не заниматься, он без нас сложится сам по себе, независимо, стихийно, и это довольно часто происходит. Или не происходит. Многие документы, они действительно эпохальны. Вот у меня, например, есть документ, письмо короля Чехии, Иржи Падебрада, который он отправил всем европейским государям, о том, чтобы создать единую Европу. Это произошло во второй половине 15 века. Кто о нем знает? Практически никто. А ведь на самом деле в этом документе прописаны принципы, на которых сегодня существует Европейский Союз. И как раз, мне кажется, очень интересный факт, что в течение 500 лет концепция лежала в стороне, а потом была заново взята и практически воплощена в полностью неизменном виде. То есть принцип «все новое» это хорошо забытое старое. Очень многое, согласен. Да, очень многое. Ну, Brexit, кстати, вот еще одна история, которая сейчас сотрясает мир. Что-то подобное было, кстати, в истории и в документах. Как вы считаете? Brexit, ну, Brexit – это такая история, она еще не закончившаяся, да? Но она продолжающаяся. Да, тут мы слукавим, если скажем, что это первый случай, когда вот страна выходит из такого объединения, потому что она пока еще никуда не вышла. Мы все живем абсолютно в том же мире, в котором мы жили и два года назад, и три года назад, перед референдумом в Англии. То есть, по сути дела, ничего не изменилось. Ну, просто произошли некоторые политические события, они продолжают происходить, но само выделение страны и союза еще не произошло. Поэтому, по сути дела, ничего не случилось. События еще как-то... Предчувствие, да, получается? Да, это пока некоторые спекуляции. И произойдет ли оно, кстати говоря, вот у меня, честно говоря, есть сомнения на эту дему. Вы ведь в своей книге также обращаете внимание и не только на какие-то политические документы, но и на те документы, которые, скажем, относятся к науке или относятся к письменности и так далее и тому подобное. Конечно, наука, культура, все, что... быт наш с вами, наше сознание, философия. Очень много интересных документов. Ну, например, там, домострой. Неполитический документ, вполне бытовой, но он там во многом сформировал наше сознание. Вот мое и ваше. Да. Мы сейчас... Мы еще живут в этой концепции, кстати, домострой. Да, на самом деле, она в каждом из нас где-то зашита глубоко. И какие-то вещи отдельные, они точно сидят. Вот вы почитаете. Просто на самом деле же еще смысл этой книги в том, чтобы немножечко подвигнуть людей использовать первоисточник. Никто не знает первоисточника. Ну, вот попробуйте почитать домострой. На самом деле, очень много удивительных вещей, которые нам неизвестны и которые мы в себе находим. Это само по себе очень интересно. Мы знаем о каких-то документах исключительно по школьному учебнику или по книжкам, или по пересказам, или по радиопередачам. Вот таких, как наш... Но это уже в пересказе. Ну, это пересказ. А если вы читаете первоисточник, всплывает куча всего интересного. И вот на самом деле, писать эту книгу было гораздо интереснее, мне кажется, чем читать ее сейчас даже. Потому что я еще старался читать документы на языке первоисточника. Ну, там я латинским, древнегреческим владею более-менее, поэтому я могу читать это все. И, конечно, этому гораздо интереснее, чем в приложении. Вы владеете 15-ю, да, языками? Ну, там более-менее, это зависит от степени владения. Разговаривать могу там примерно 10-12 вот так разговаривать. Так, чтобы объяснить. Да, чтобы можно было нормально поговорить, почитать. А так, чтобы вот... Древние еще же есть языки. Латынь, на ней поговорить не с кем. Цезарь умер, и не с кем стал поговорить. Решел, увидел, победил. Да, или там, ну, какой-нибудь древнегреческий там и так далее. На самом деле, древние языки тоже очень интересны. На них можно читать. У нас есть звонок. Надевайте наушники, давайте примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Константин. Да, Константин, слушаю вас. Входит ли в этот сборник 100 документов нештатский мирный договор между российским императором и шведским королем, по которому до юры три четверти латы до сих пор принадлежат России? Спасибо. Спасибо вам. Такой вопрос. Это хороший вопрос, да. Спасибо большое. Очень интересно. Да, нештатский договор, конечно, это такое пахальное событие в истории России и, наверное, всего Балтийского региона. 1721 год. За этим, значит, следует, естественно, создание Российской империи, оформление ее в нынешних, там, более или менее устойчивых границах, под которых она существовала уже потом последние два столетия. Но, ну, я его не включал в эту книгу, но я совершенно согласен с вами с тем, что это один из наиболее таких интересных договоров. Он сам по себе не повлиял, там, скажем, на наше сознание, на то, чем мы сейчас являемся, но, безусловно, с политической точки зрения было чрезвычайно важным прорывом, потому что во всем Балтийском регионе сменился гегемон, сменилась крупнейшая держава, и завершение этой чрезвычайно длительной войны тоже довольно важный, довольно важный шаг. Ну, и, конечно, оформление России как европейской державы, одной из крупнейших, это тоже очень важный итог. А почему вы, кстати, не включили этот документ в свою книгу? Ну, вы знаете, на самом деле выбор там был, конкуренция была очень велика. То есть, сколько на место? Да. Вот у меня, да, у меня был список, когда я начинал писать эту книжку, у меня был список где-то порядка 250 документов. И все такие, знаете, эпохальные, фундаментальные совершенно вещи, бронебойные. И еще к тому же, когда я рассказывал об этом своим коллегам, там, ученым в основном, то очень многие давали свои идеи, накидывали. Поэтому еще мне около сотни прилетело. Отобрать из них вот самое интересное, самое важное с точки зрения того, как это повлияло на нашу жизнь, вот это было, пожалуй, серьезнейшим испытанием для меня. То есть, по-живому резали, получается? Приходилось резать по-живому. Иногда начинаешь, вроде читаешь какую-то вещь, да, интересно, но видишь, что она проигрывает по каким-то своим параметрам. Даже просто для, с точки зрения интереса, для читателя иногда. И вот зарубаешь. Ну, легко ли адаптировать для русскоязычного читателя документы, которые вы на разных языках изучали как раз? Ведь каждый язык – это свой мир. Конечно. Все равно это уже интерпретация, это перевод. Вот насколько возможно передать ДУК документ, ну, переводя его уже на какой-то один язык? Не всегда, не всегда. Это зависит, естественно, и от того, насколько близки культуры. Европейские документы, в принципе, легко перекладываются на русский, потому что мы живем более-менее в одной и той же культурной программе на протяжении, там, как минимум, одного тысячелетия. Что касается восточных документов, то их вообще не удается перевести нормально. То есть, есть переводы, ну, ты смотришь на них, ты понимаешь, что там это не соответствует реальности, либо просто ничего не понятно. Ну, то есть, можно прочесть, но это будет набор слов. Вот, например, книга «Перемен», известный, так сказать, документ, который разложил основы всей китайской философии, всей китайской культуры. Фактически, вот, китайская цивилизация строится на книге «Перемен». Ицзин. Ну, вот вы посчитайте, там ничего не понятно. Вот, там надо все комментировать. Все нужно разжевывать с точки зрения того понимания, которое туда вкладывал автор, во-первых, очень давно, там, порядка двух с половиной тысяч лет назад, во-вторых, в Китае. То есть, это действительно не всегда легко. Я еще, знаете, пытался найти интересные цитаты, такие вот, знаете, вкусные, чтобы вкрапить их. Они там есть у меня в книжке обязательно. Каждый документ, из него есть несколько цитат. И я старался, чтобы эти цитаты были одновременно такие громкие, мощные, говорили что-то об этом документе. Ну, и малоизвестные тоже. То есть, чтобы и кликабельные, то есть, да, их в Википедии не найдешь. Вот так. Ну, эта работа, сколько, кстати, у вас времени заняла работа над этой книгой? Ну, самое сложное было собрать материал, написать, да, и самый интерес, конечно, да. Написать, обработать и написать его, это не сложно. Это вот я на лето приезжаю в Юрмалу, и у меня, как правило, за лето, значит, получается более или менее книжка. Ну, все вместе, где-то полтора года это заняло, от идеи до до текста. Вот Людмила Улицкая говорила о том, что после каждой написанной книги она практически умирает, не хочет, в общем, браться за новое, но потом оживает и берется, соответственно, за новое. Такая книга, это маленькая жизнь. Вот для вас книга, это маленькая жизнь, или у вас по-другому все? Ну, для меня по-другому чуть-чуть, потому что я пишу очень разноплановые книги. Я живу в нескольких мирах. Вот у меня есть мир бизнеса, в котором я существую, есть мир науки, в котором я другой ногой существую. Значит, я пишу и научно-популярные книги, и строго научные монографии, поэтому я на самом деле могу даже одновременно писать несколько трудов, они совершенно, это разные вещи. Это как у Юлия Цезаря. Ну, даже как сказать, у них язык разный. Да, вот научную книгу ты пишешь птичьим языком, и ты вынужден ее писать таким языком, который понятен только ученым. И прочитают ее три человека. Ее прочитают три человека, но зато ты продвинешь какое-то большое научное открытие. А научно-популярную книгу ты вынужден, опять же, писать просто, понятно, чтобы было интересно, чтобы с первой строчки человеку хотелось перескочить на вторую, а не закинуть ее куда-нибудь в угол. Ну, вот получилось или нет, в данном случае это вам судить. Но книга вышла каким тиражом, кстати? Книга уже сейчас допечатана, еще раз в экспо. То есть, дополнительный тираж. Да, да, да. Вот, она довольно хорошо идет. Значит, там вот, я не помню сейчас точно общий тираж всего этого, но она была в интернет-магазине «Озон» в бестселлерах несколько месяцев висела. И, в принципе, я доволен. И рецессии были хорошие, ну, то есть, ну, она действительно такая, ее такой нет больше книжки в русскоязычном варианте, поэтому я доволен. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9 Кирилл Бабаев у нас сегодня в гостях. Сейчас делаем небольшой перерыв, затем вернемся и продолжим. Это программа «Разворот». Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Разворот». В студии работает Вадим Родионов. И сегодня у меня в гостях лингвист, ученый, автор книги «100 великих документов» Кирилл Бабаев. Здравствуйте, Кирилл, еще раз. Здравствуйте. И, кстати, создатель единственного в мире музея шляпы, который находится в Риге. Дом шляпы, да? Мир шляпы. Мир шляпы, простите. Да, и у меня там сегодня вечером, кстати говоря, будет лекция, так что, если вдруг кому-то из слушателей интересно, у меня в 18.00 в музее будет забойная совершенно лекция про людоедство. Про людоедство. Да. Ну, кстати, вы ведь известный путешественник и о людоедах, наверное, знаете из первых. Не понаслышке. Да. Слушайте об этом, потому что я просто для наших радиослушателей отмечу, что вы открыли два племени, да, вы неизвестны к миру, и один язык. Ну, языка два. Два языка. Два языка. Ну, народ и язык, да. Да, это правда. Вот, значит, да, совершенно верно. Мне посчастливилось открыть неизвестные науки язык и народ, который на нем говорит в Западной Африке. Это случилось в 2011 году. Это народ и язык называется Зиало. Вот. Это довольно интересная история, потому что, ну, как, сейчас все же континенты уже открыты, к сожалению. Острова открыты. Поэтому планеты Солнечной системы тоже уже все названы. Тем не менее, еще у нас на Земле есть народы и языки, которые науке неизвестны, и можно туда прийти и самому, так сказать, совершить вот это грандиозное открытие. Я всю жизнь об этом мечтал, и когда это воплотилось, я, конечно, очень рад. А как это получилось? Потому что, ну, вот для человека, который не имеет отношения к лингвистике, как вы поняли, что этого языка нет? Очень просто. Дело в том, что, ну, так сказать, любой язык принадлежит какой-то группе языков, да? Следовательно, у него есть родственники. Как правило, они живут компактно, там, более-менее близко друг от друга. Например, литовцы и латыши, или там, русские и белорусы. Вот если ты не знаешь, там, что такое белорусы, например, но у тебя есть словарь русского языка, ты можешь приехать к ним и понять, это язык, так сказать, или это там какой-то диалект русского языка. Вот существуют некие правила, по которым выделяется независимый язык. И вот именно так это и произошло. То есть, ученым известен, известно несколько языков, относимых к этой же самой группе, но не был известен диалог. Когда я приехал и начал изучать диалог, выяснилось, что они не понимают своих соседей, которые относятся к этой самой группе. То есть, они изолированы? Ну, как сказать. Поэтому они, да, они, следовательно, представляют собой отдельный язык, потому что они не взаимопонимаемы с другими соседними языками. Вот это было как раз очень интересно, записывать материал, анализировать его, сравнивать с языками соседей, и понимать с каждым днем, что это новый, совершенно неизвестный человечеству язык. Насколько вам понадобилось дней, недель, для того, чтобы понять, что вы сделали это открытие? Ну, вся экспедиция там была, по-моему, чуть больше двух месяцев, ну, там еще были сложности, потому что сначала меня посадили в тюрьму, честно говоря, я там некоторое время в тюрьме посидел, потому что они не понимали, зачем я приехал, и что я от них хочу. То есть, вот это племя, да? Я как-то плохо объяснил, да, сначала, да. Но потом меня освободили, я рассказал им, что я напишу эпохальную великую книгу об их языке, и они прославятся на всю вселенную, после чего у меня был с почетом принят состав народности, мне было выделено имя, я был причислен к составу рода, мне дали хижину и возможность работать. А на каком языке вы им это объяснили? Я нашел, там, как бы, для изучения любого языка нужен, так называемый, информант. Это человек, который владеет известным тебе языком и своим в равной степени. В данном случае там был человек, который владел французским языком, и, ну, так как это бывшая французская колония, Квинея, значит, вот он владел французским языком и мог на нем изъясняться, следовательно, мы могли общаться. А сколько вы провели времени в тюрьме, прежде чем смогли объяснить? Нет, ну, это не долго совсем, всего день. То есть, всего несколько? День. День. Да, ну, потому что я понял, что перспектив у этого нет, поэтому я начал там барабанить в дверь и кричать, чтобы мне дали еще раз поговорить со старейшинами. Старейшины принимают решение. И вот, значит, собрали всех старейшин, я сказал, что смотрите, о вас никто ничего не знает, а мир бы мог знать о вас, а так он думает, что вы там вообще не язык какой-то, а диалект соседнего языка. Ваши соседи Лоома, они сказали, да как же так, Лоома, это вообще для нас совершенно какие-то насекомые, поэтому нет, конечно же, на нашем языке должен знать мир. После этого я получил возможность работать. Ну, вот о людоедах вы планируете читать лекцию, и с ними приходилось во время экспедиции сталкиваться? Или хотя бы их видеть? Ну, как сказать, обычно на самых таких веселых своих лекциях я демонстрирую, у меня есть такой топор из человеческой кости, ритуальный топор, который я привез из Африки. Мне так сказали, что он из человеческой кости. То есть, возможности этого я не проверял. Ну, не знаю, так чисто внешне. Я его сегодня не привез, потому что его нужно через границу тащить из Москвы, но тем не менее я с удовольствием расскажу о том, как это все происходило, как у меня этот опыт складывался, и что я видел, что я был в тех местах, где вот обычно говорят, что есть людоеды. Это центральная Африка, это Папуа, Новая Гвинея, остров, это Южная Америка. Вот это такие места, где обычно классифицируют, что именно там-то они последние и живут. Ну, они еще есть, да? Эти традиции, которые, в общем-то, человеку из 21 века кажутся чудовищными, они еще остаются. Ну, вот именно об этом я как раз сегодня буду рассказывать. Что из этих традиций является реальностью, а что является вымыслом? Вот эта байка, которую, в общем, кто-то выдает как легенду, кто-то выдает как действительно свершившийся факт о том, что в Африке съели французского дипломата, и когда МИД Франции возмутился, ответ из африканской страны пришел, ну, какие проблемы, съешьте нашу. Ну, вот, тем не менее, конечно, это больше похоже на такую байку. Ну, это анекдот, конечно. Да. Ну, что-то такое. Нет, ну как, в Африке довольно много таких историй. Там есть правители известные, там, в Уганде был Иди Амин, в Центральной Африке был Жан Бедель Бакаса, которых обвиняли в каннибализме. И вроде как есть даже четкие факты о том, что там это имело место, вот. Ну, вот я, да, с удовольствием сегодня как раз на лекции... Но никто в трапезе вместе не участвовал. Да. Но вот так вот за руку, так сказать, никто никого не поймал. У нас звонок. Надевайте, давайте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Ольга. Да, Ольга, слушаю вас. Я о книгах и о документах. Вот есть такая книга писательницы Елены Катюшонок, «Когда уходит человек». Там описываются события, происходящие на одной из Рижских улиц до, во время и после войны. И вот один из сюжетов этой книги, там дворник одного из домов прячет домовую книгу во время войны в куче угля в подвале для того, чтобы не могли вычислить, кто есть, кто из жильцов этого дома. Я прочитала эту книгу где-то в 2000-х годах, а потом ее перечитала. Но читая, я вдруг осознаю, что у меня в руках есть документ, датированный 1973 годом, архивный документ, справка из архива, где говорится о том, что установить факт проживания человека вот в 30-х и начале 40-х годов в определенный период невозможно установить, потому что домовая книга не сдана в архив. Самое интересное, что вот эта улица и, возможно, даже этот дом, они совпадают вот с описанной в этой книге. То есть как реальность переплетается с литературой, и даже 200 лет не надо для того, чтобы вот определить эти документы. И, может быть, через 200 лет об этом никто и не вспомнит. А сейчас это важно. Спасибо. Да, спасибо вам. Ну да, это правда. Вообще тут встает, знаете, вопрос о том, что считать документом. Потому что я, честно говоря, вот в своей книге в качестве документов привожу и наскальные надписи, и глиняные таблички, и первую банкноту, например, и первую газету. То есть такие документы, которые, может быть, они даже не в бумажном эквиваленте находятся. Знаете, первый e-mail – это тоже документ. А смотрите, какой он наделал революцию практически в истории. Поэтому здесь вот я там понятие документов толкую расширительно, и для меня даже речь какая-нибудь великая, которая изменила жизнь, ну, вот является документом с моей точки зрения. Поэтому здесь, конечно, это очень интересно, это изучать, и, пожалуй, что это такая малоизученная, малоизученная ветвь истории. У меня есть мечта. Не прошли столетия с момента, когда доктор Кинг это сказал, но это, тем не менее, уже можно отнести как раз к великим. Да, она у меня была в шорт-листе. Она у меня была в шорт-листе. Это речь, которая, конечно же, сыграла гигантскую роль. Вот у меня там есть речи, на самом деле, в книжке. Вот фултонская речь Черчилля. Когда холодная война началась. Да, в марте 1946 года, когда он произнес слова «Железный занавес», и когда он фактически призвал к англосаксонскому крестовому походу против коммунизма. Вот это очень интересная речь. Опять же, они ее много знают, но ее никто не читал, потому что она нигде никогда не приводилась целиком. До появления интернета, я думаю, что ее вообще в Советском Союзе невозможно было достать. Вот целиком. Поэтому, конечно, это очень интересно. Но вот такие эпохальные речи. Речь Мартина Лютера Кинга, она в итоге проиграла в соревновании фултонской речи Черчилля. А что касается речи Рейгана, когда он называет СССР империей зла? Ой, это прекрасная речь. Это прекрасная. Это да, это же телевыступление его. И оно, знаете, оно выдержано в таких апокалиптических тональностях. Она абсолютно религиозна. Вот как проповедь. Это проповедь. Ну, Рейган актер. Да, да, да. Он играл свою роль. Фактически, он читает проповедь. То, что американец воспринимает хорошо. Ну, вот у нас нет такой традиции проповеди по телевизору. А у них есть и по радио, были по телевизору. У них это очень популярный жанр. Поэтому, конечно, она стала такой известной, в том числе, благодаря формату. Она наполнена религиозной символикой. И вообще всячески вот эту вот сатанинскую тему развивает. Просто прекрасно. Но оформление речи тоже имеет очень важное значение для того, чтобы она вошла в историю. Конечно. Оформление документов. Оформление любого документа. То есть, форма играет роль. Да, важнейшую роль. В том-то и дело. Как это назвать? Как, насколько ты там... Эти, иногда краткость, да, дает документу возможность жить всю жизнь. Там, понимаете, есть аудиозапись Гагарина, где он произносит свое знаменитое слово. Поехали. Одно единственное. Но эта запись, она, насколько она эпохальна. Она же отражает фактически грань между земной эрой и космической эрой. Анила Амстонг и его заготовка. А, ну вот, да. Маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества. Но понятно, что это было подготовлено, это не было случайной фразой, потому что, когда они высадились, они говорили совсем не это. Ну, понятное дело. Походи, заходи, шлюз открыли, закрыли. Но тем не менее. Да, да, да. То есть, момент, во время которого произнесены эти слова, он, в общем-то, и делает эту историю. То есть, какой-то эпизод делает историю. Конечно. Ведь на самом деле любой документ – это символ того или иного события, или процесса, или явления. Это символ. И вот мы ищем эти символы и говорим, вот это наиболее ярко отражает то явление, которое существует сейчас. Мы живем в космической эре благодаря, конечно, огромному количеству всего, но символом этого, начала космической эры, является это вот слово Гагарина. То есть, получается, что документом может быть, например, шахматная партия Спаскова и Фишера. Это тоже документ. Ну, если да, безусловно, если в записи она существует, да. Ну, где проходит программа? Потому что, когда мы подразумеваем документ, мы подразумеваем некое бумажное изделие, на котором что-то написано, Не обязательно бумажное. Аудио, запись – тоже документ. То есть, это такое стереотипное представление сейчас. С моей точки зрения, документальный фильм, вот у меня там есть один из документов, это первая фотография. Или первый фильм братьев Люмьер. Выход рабочих с фабрики Люмьера он называется. Это первый в мире документальный фильм. Он тоже является документом. Ну, потому что он документальный, во-первых, а во-вторых, потому что это пленка. Носитель не играет роли. Через 100 лет никакой бумаги не будет, и у нас все документы с вами будут в электронном виде, но они при этом останутся документами. Когда-то не было бумаги, люди писали там, на бересте. На скальные, опять же, рисунки. Ну, на ваш взгляд, документы можно условно разделить на хорошие и плохие, потому что фильмы Леони Риффенштайли, например, ведь тоже документальные, и многие документалисты очень высоко их ценят, как документальное кино. У документов есть вот этот вот... Моральный облик? Моральный облик, да. Наверное так. Ну, нет. Мое мнение, что нет. Потому что, как сказать, история, она бесстрастна. И во всяком случае, так должно быть. Потому что, если мы будем ее оценивать пристрастно, то она у нас всякий раз будет получаться по-разному в зависимости от нашего настроения. Но мы ведь очень часто оцениваем историю пристрастно. Ну, а что делать? Конечно, мы же люди. То есть, субъективно. Но стремиться к объективности мы должны. Потому что это наш долг как ученых. Если мы говорим о науке, то мы должны все-таки придерживаться попытки рассмотреть все за, рассмотреть все против и на этом остановиться. И никаких оценочных суждений не высказывать. Вот это, с моей точки зрения, задача любого ученого, особенно историка. И особенно историка, скажем так, новейшего времени. Но я попытался это сделать, насколько это вообще возможно. Вот в этой книге. Попытался уйти от этих пристрастностей. У меня там есть, например, документ, постановление 1934 года о начале большого террора. После убийства Кирова. Да, после убийства Кирова. 1 декабря 1934 года. Без суда, решение приводить немедленно, не заслушивать сторону защиты и приговор приводить немедленно. Точка. Значит, полное беззаконие. Мы все понимаем, к чему это привело. Сотни тысяч, миллионы людей. Испорченные судьбы. Ну, понятно, что невозможно относиться к этому документу нейтрально. Ну, как сказать, невозможно. Может быть, если бы австралиец писал эту книгу, было бы возможно. А если там русский человек пишет, невозможно. Но все равно это так или иначе документы. Вот о чем он, вот к чему он привел, вот какое влияние он оказал. Вот я об этом пишу, а не о том, так сказать. Но когда вы погружаетесь в этот мир, ведь каждый документ с его особенностями, с его языком, с его формой, это такой целый мир, как я понимаю. То есть, вы погружаетесь в этот мир? Да, конечно. Вы живете с этим 34-м годом, когда работаете с этим? Да, это очень важно. Это очень важно все-таки допускать эмоции сюда, потому что ты иначе, ну, плохо себе представляешь обстановку. Вот атмосфера того, как это все готовилось, как это все возникало, как там же на оригинале документа есть правки товарища Сталина, где он там зачеркивает слово, где-то вставляет слово, понимать, почему это произошло, именно это, какая была обстановка и что-что предшествовало и так далее. Это очень любопытно, и это, конечно, открывает глаза на очень многие открытия, которые, скажем так, человек делает в процессе вот этих чтений оригиналов. Когда вы читаете оригиналы, вы сами для себя совершаете уникальные совершенно открытия. Вот я, например, знаете, я читал отчет Колумба, и вот, знаете, я понял одну очень интересную вещь, которую раньше никогда не читал. Может, кто-то ее уже открыл до меня. Колумб точно знал, что он не Индию открыл. Точно знал. Но всем-то говорит, что я открыл Индию и спорил до хрипоты, до пены на губах до конца своих дней. Я открыл Индию. То есть, понимаешь, что... Но он понимал, на самом деле, что это не так. Это прям следует четко из его текста. А почему? То есть, есть объяснение? Да, потому что он... Объяснение очень простое. На самом деле, он... у него была куча книг, которые он уже прочел про эту Индию, про Китай, там, Марка Пола и так далее. Он прекрасно знал, как они выглядят, потому что сохранились книги эти с его собственными пометками. И вот в своем отчете он очень много упирает на то, что вот здесь сейчас золота нет, но там где-то вдалеке золото есть, его много, и там огромные города. И вот тут мы четко видим растерянность его, что он понимает, что на самом деле уже должна быть какая-то цивилизация, а ее нет. Тоже быть Китай, а его как бы нет. Япония, там, все это уже было, об этом были уже сведения у европейцев. Но он их не нашел, и он, я так... Ну вот, я сделал для себя вывод, что он был абсолютно четко уверен, что все пропало. Но если бы он сказал это, ребят, никакой Индии я не нашел, то это значит, что он не выполнял задачу, и значит, ему нужно, так сказать, голову за это снять. Поэтому он этого и не мог сказать. Он поэтому до конца дней говорил, я вам Индию открыл, вот путь в Индию. А на самом деле нет. Вот это ведь в какой-то степени трагедия людей, которых оценили после смерти, потому что при жизни они часто не понимают, что они сделали. То есть тот же Колумб, который... Колумб, вот он, мне кажется, он понимал, что он открыл совершенно иной континент. Но он заявить даже об этом не мог, потому что у него в тех заданиях было написано открыть путь в Индию. И он должен всем доказывать, особенно своему руководству, что он это сделал и его задание выполнил. У нас еще звонок надевать вложки. Так только что сорвался. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Вия. Да, Вия, слушаем вас. Я несколько лет назад видела в журнале Севета фотографию договора о вступлении Латвии в Советский Союз. Подписи стояли Карлиса Ульманиса, Виллиса Латвиса и была третья, не помню. Вот скажите, если был договор о вступлении, то почему до сих пор это действие называется не инкарпорацией, а оккупацией? Да, спасибо вам. Ну, вот еще известная фраза Карлиса Ульманиса, вы оставайтесь на своих местах, а я остаюсь на своем, когда танки вошли. Ну, как сказать, вот это то, как раз о чем и хороший вопрос, спасибо большое за вопрос, это ровно то, о чем мы говорим. Может ли история быть объективной? Историю оценивают люди, поэтому термин, который может прикрепиться к какому-либо документу, может быть самый разный. Кто-то назовет это оккупацией, кто-то назовет это радостным добровольным вхождением, это все зависит от наших политических убеждений. Вот чьи политические убеждения на сегодняшний момент там играют роль и оказывают влияние на общество, значит, такие политические убеждения и трансформируют нашу терминологию. То есть быть в тренде, по сути. То есть да, это совершенно верно, это вопрос моды. А может быть через сто лет этот документ будут оценивать совершенно по-иному, мы ничего не знаем. Поэтому здесь важно самим как раз разобраться и принять для себя решение о том, что это был за документ и как его мы будем называть с вами. Вы планируете продолжать издать второй том книги, учитывая, что конкуренция документов была большая, но не все далеко вошли, и мы часть не вошедшего как раз упомянули, это весьма достойные события, достойные документы. Не планируете издать второй том? Ну, как сказать, наработок много, я хотел, честно говоря, издать эту книжку и посмотреть, как она пойдет, она вроде пошла хорошо, но вот мы сейчас ее подали, издательство подает ее на премию просветитель, вот прошлая моя научно-популярная книжка получила премию просветитель. А в Африке, да, про Африку? Может быть, это тоже получит премию просветитель, это будет для меня неким авансом на то, чтобы работать в этом направлении дальше, но там есть и другие интересные идеи. Ну, над чем планируете, кстати, заняться, потому что у вас, я даже не успею все перечислить в эфире, все ваши сферы, ваших интересов, но лингвистика, это один из основных. Есть в этом смысле какие-то планы? Да, очень интересно. Мы сейчас только что, вот у нас вышла книжка про язык под названием май, это язык очень небольшого племени охотников, который живет во Вьетнаме. Их всего 250, около 300 человек. И там они язык катастрофически быстро теряют, а язык, он очень интересный, там с бесконечным количеством интересных особенностей. Только-только вот мы выпустили книжку на русском языке, сейчас ее переводим срочно на английский язык, будем на западе издавать. Вот, и у меня еще там много интересных материалов из разных экспедиций, языковых, лингвистических, поэтому тоже надо их все описывать. Ну, а сегодня приходите на лекцию о людоедах, можете, кстати, пригласить. Да, сегодня, сегодня в 18.00 у меня в музее Мир Шляпы по адресу улица Виланда с дом 7 будет лекция, посвященная людоедству в истории и в современности. Вот, мне кажется, будет весело и интересно приходить. Ну, что ж, спасибо. Кирилл Бабаев был гостем программы «Разворот сегодня». Эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копейн. Всего доброго. До свидания.